всем привет это видео могло бы называться два цвета челлендж если бы не одно но в челлендже два цвета художники берут всего внезапно два цвета и на основе смеси из этих двух цветов рисует работу я же собираюсь брать не случайные два оттенка а два оттенка которые отлично работают вместе и смеси с которых я очень люблю использую ее регулярно рисование всего подряд именно об этом мое видео я покажу вам процесс создания скетча и расскажу об этой смеси чтобы вы если вы не еще не знаете могли использовать в своих работах и небольшая предыстория где-то месяца полтора назад я нарисовала рисунок с изображением маяка в том же скетчбуке в котором я буду рисовать и сегодня с использованием тех же двух оттенков акварели которые я покажу вам и сегодня и выкладывая фотографию рисунка в инстаграм я сказала что здесь использована всего лишь два оттенка акварель и предложила своим подписчикам угадать какие именно этот цвета и как-то так получилось что никто не угадал очень быстро угадали ультрамарин но коричневый так и не был угадан сиена была названа но правильный ответ все-таки сиена жжона я не засчитала этот ответ как правильный потому что хотелось полное название краски иначе можно было бы считать правильным и ответ коричневый и синий потому что фактически эти два оттенка коричневый и синий но я использовал именно сиену жжону и ультрамарин это оттенки которые есть во всех брендах акварели и в смеси они дают очень богатую палитру я набросала карандашный рисунок но прежде чем приступать как варели я решила сделать выкраску всех жжоных сиен и ультрамаринов которые у меня были небольшой нюанс название могут различаться надо смотреть в первую очередь на пигментный состав и как оказалось я тоже была не совсем внимательна в трех жжоных сиенах которые есть у меня в палитые у одной пигментный состав отличается от двух других но тем не менее работает она в смесях примерно также давая приятные синие коричнево-серые оттенки и в итоге с одинаковым пигментом pr101 у меня было две жжонах сиена от pinax и это виндзор и ньютон от виндзора ньютон у меня сиена в кювете поэтому я решила не использовать ее для рисования в сегодняшнем рисунке а использовала сиену от куза куба который другой пигмент состав pbr7 но так как в смесях как я уже сказала ранее ведет она себя примерно также как сиена жжон от pinax и от виндзора ньютона я решила использовать ее а вот с ультрамаринами вышло гораздо интереснее пигмент соответствующую ультрамарину это pb29 и у меня было три цвета которые соответствуют этому пигментному составу pinax ultramarine deep виндзор ньютон french ultramarine он как и все цвета виндзор ньютон у меня в кювете поэтому его я также не использовала конкретно для этой работы но к слову оба оттенка виндзора ньютон использованы как раз для рисования маяка что натолкнул меня на мысль снять именно это видео также от марки шинхан у меня есть оттенок стала blue red shade которую пигментный состав pb 29 ультрамарин но выкраски очень заметно что он дает совершенно другой цвет он действительно больше похож на стала хотя по пигменту это ультрамарин дает скорее какую-то зеленоватую смесь поэтому как замену ультрамарину его не берите по выкраске видно что ультрамарин pinax дает большую грануляцию вообще пигмент ультрамарина он сам по себе часто дает грануляцию и в смеси это тоже очень заметно потому что если намешать смесь из сиены жены и ультрамарина будет виден осадок также сделала небольшие выкраски смеси некоторых оттенков и тогда в процессе смешения решила что буду использовать жену сиену кусака бы и ультрамарин дип от pinax если вы подписаны на мой инстаграм а если нет то почему почему вы не подписаны подписывайтесь скорее ссылка будет внизу в описании видео в общем если вы подписаны на мой инстаграм то вы видели что раньше я рисовала практически одни портреты сейчас мне стало интересно рисовать еще и архитектуру и смесь из этих двух цветов отлично подходит и для архитектуры и для портретов и для пейзажи и для чего угодно на самом деле это очень универсальная смесь потому что часто в рисовании портретов я использую ультрамарин как подложку под светлые цвета блики на коже смесь ультрамарина и сиены жены часто использую в тенях для портрета и написание волос и сама по себе эта смесь отличный идет для небольших архитектурных скетчей причем можно варьировать цвет самого здания от более теплого к более холодным особенно если вы как я любители минимализма и вам нравятся ограниченные палитры то из этих двух цветов можно просто изрисовать весь скетч бук мне кажется что эта смесь подходит для самых различных сюжетов в первую очередь для тех которые интересуют меня портреты и urban sketching и на примере рисунка я покажу вам как я использую эти два оттенка могу создать полноценную работу конечно же это достаточно быстрый скетч в блокноте но я совершенно не испытывал никаких проблем выбрав всего два оттенка мне хватило чтобы передать в рисунке все что я хотела передать уже когда-то давно я делала скетч по этой фотографии и как можно заметить для зимних пейзажей и urban sketching эта смесь из жены сиен и ультрамарина подходит просто великолепно оттенки получаются и теплый коричневый и приглушенные темно-синие и серые местами на статуе видна грануляция и в urban sketching по моему мнению это только плюс потому что дополнительно создает фактуру я как минималистка обожаю ограничивать палитру и мне не нравится рисовать всеми цветами радуги и делать работ очень яркие я люблю сдержанные по цвету работы и поэтому мне интересно делать смеси из двух-трех оттенков если вам понравилась эта тема дайте знать в комментарии чтобы я снимала видео про ограниченные палитры почаще если вам интересно чтобы я рассказал про какие-то другие смеси которые я использую в своих работах конечно же пишите об этом и я постараюсь снять такое видео если видео было вам полезно и понравилось не забывайте поставить лайк написать комментарий подписаться может быть показать видео друзьям это очень помогает развитию канала и огромное спасибо что вы посмотрели это видео увидимся совсем скоро всем пока